Всем привет дорогие друзья, вы на канале Линхасл и наконец-таки Мейджор подвел итоги, причем так знаете нежданно, негаданно, просто не говорил когда, но все в принципе произошло так, как я и говорил. 21 числа, когда ОКХ писал, что именно в этот день откроются депозиты на биржевых токенах, так и случилось, они подвели 21 числа, я об этом говорил еще неделю назад. Итак, давайте посмотрим мои итоги, аирдроп, заходим во вкладку, 190 токенов, отличный результат, как я считаю, обсудим разумеется цену, сколько стоит, сколько можно получить, справедливо ли, сколько получили другие и так далее, по классике обсудим, как и во всех видосах с итогами таполок. Что ж, что насчет результата, я доволен, в целом все логично, сразу скажу, сколько я вложил, вложил я, ну где-то 1700 рублей за все это время, поскольку я именно не закидывал ни на какие звезды, я выполнил только все 15 ачивок в конце, там общие вложения где-то 2,5 тона как раз вышли, это где-то 1250, и еще я выполнил одну транзакцию на 0,2 тона, когда они только появились в первый день, это было еще, наверное, в августе. И также я закидывал 100 звезд, это тоже где-то плюс 175 рублей. Итак, все, это все мои вложения и еще рефералы, ну я не знаю, кстати, их точное количество в итоге, поскольку оно просто не написано, это количество, ну можно было посмотреть только что, ну вот, у вас есть какой-то список, причем он ограничивался там 50 людьми, сколько их на самом деле, я не знаю, мне кажется, человек, ну 200, не больше. Итак, вот мой результат, у нас вот люди в чате делятся, можете, кстати, тоже зайти, вот наш чат, ссылка на него, разумеется, в описании, посмотреть кто сколько получил и самому скинуть свой результат, ну и также обязательно на телегу подписывайтесь, здесь вся инфа намного быстрее. Итак, а теперь давайте обсудим, сколько у нас стоит токен. Итак, supply токена 10, точнее, сколько там, 10 миллионов, да, давайте посмотрим, сколько же у нас, нет, 100 миллионов, да, supply 100 миллионов. Давайте посмотрим, сколько у нас на премаркете, на OKX торгуется этот токен. Вообще он в моменте, вот вчера поднимался аж до 4, там он доходил, там почти 4 было, разумеется, вряд ли такая цена будет, и сейчас она уравнялась, и, ну она в принципе все время примерно так и шла там от 1,5 до 2, и вот сейчас она торгуется по 2. Итак, 2 доллара это цена за 1 токен, соответственно, множите свое количество токенов на 2 и получайте количество в долларах. Разумеется, большинство сейчас будет писать, ой-ой-ой, мне дали там 3 токена, я столько времени играл. Друзья, любые сейчас таполки, это в том числе инвестиции, то есть вы инвестируете, ну где-то какое-то энное число, для того, чтобы через несколько месяцев вам, за то, что вы поддержали проект, дали, можно сказать, процент 300-400, то есть вы нигде такого не найдете, чтобы получить 3-4 икса в каких-либо вообще инвестициях в мире, за то, что вы просто поддержали проект. И задача сейчас play to earn, это найти такой проект, который не заскамится, которым будет все в порядке, и вот на этом канале мы как раз таки анализируем проекты, какие можно заходить, какие нельзя. Вот мейджор оказался удачным примером, поскольку все, кто закидывали, они иксанули свои вложения в несколько раз. Именно закидывали нормальное число, я не говорю про транзакцию в 35 звезд, друзья, это как два проезда, поэтому не нужно думать, что если вы закинули 100 рублей, то вы сильно поддержали проект. У него, скорее всего, ежесекундная выручка примерно такая была, поэтому сейчас концепт play to earn стал не play to earn, а play and pay to earn, то есть игра и плати, чтобы заработать. Все, можно бесконечно людям ныть о каких-то там блогерах, о тем, кто донатит. Друзья, почему вы не можете стать блогером и почему вы не можете задонатить, а если вас не устраивают правила игры, просто в ней не участвуйте. Зачем ныть постоянно, каждый раз наступая на одни и те же грабли, чтобы вы потратили кучу времени, а получили там 40 долларов или даже меньше, или 25, если вы не хотите принимать те правила, которые сейчас существуют. Такой истории, как с ноткоином, чтобы просто там чуть-чуть поиграли и получили много, ее больше никогда не будет, это вообще тема отдельного разговора, почему ноткоин столько дал. Мое вкратце предположение, что это просто отличная маркетинговая компания от самого Тона, они вложили кучу денег, и что мы в итоге имеем? Огромное количество привлечено в крипту, самое большое количество холдеров в мире это именно из сети Тон, ну имеется ввиду там доксов, ноткоинов и так далее, поскольку они, можно сказать, сделали это народным, то есть это очень простой доступ к криптовалюту, сделал Телега и Тон. За это им, конечно, спасибо, за много им не спасибо, но это уже тема отдельного ролика, теперь давайте еще раз вернемся к мейджору. Итак, вот в среднем у нас люди, давайте я сейчас зайду в чатик, просто открою вложения и посмотрим, ну вот сколько получали. Вот смотрите, человек получил 242 токена, при том, что он даже не выполнял ачивки, это X, ну вот смотрите, такие вложения, 1 тонн доната он пишет, то есть у него, скорее всего, просто было много рефералов, ну и он, скорее всего, звезды покупал, то есть в любом случае, я вот сколько скринов не смотрел, везде все люди окупили донатом 2-3 раза, а вот обычный скриншот, который, скорее всего, вот у дофолтного бедолаги, который смотрит этот ролик и хочет написать негативный комментарий в сторону разработчиков, вот, друзья, вот он получил там 20 долларов, да, может быть чуть больше, но проблема в том, что он не приглашал никого, он не делал ни одну транзакцию в звездах, он, скорее всего, сделал одну тоновскую транзакцию в 100 рублей и получил 2000, друзья, это неплохо, это неплохо, да, получилось так, что в итоге эти звезды, они не супер как роляли, роляло количество доната, хотя сам бот даже называется мейджор и его изначальный концепт, если кто-то в него играл изначально, там не было ни игр, ничего, там можно было только приглашать рефералов и только донатить на звезды, все, там было только две механики, в этом был изначальный концепт и здесь люди получат по заслугам, как я считаю, и у меня не какой-то супер огромный дроп, то есть там 400 долларов, это не какие-то огромные, и я такой думаю, блин, ну я с июня делал, да, с июля делал кучу постов, не снял там ни один ролик, ну, как бы очень активно и в том числе вложил средства и получил 400 долларов, в целом нормально, но как будто хотелось бы и больше, но, друзья, возмущаться такому я, разумеется, не возмущаюсь, что людям, которые закинули намного больше меня, дали больше дроп, в этом сути концепция, в этом сути концепция всех вот этих таполок, поэтому, если, опять же, повторюсь, не хотите по таким правилам, вообще не залезайте в них, ни в нот пиксель, ни в мейджор, вообще не в какие-то, даже в пафс, вот под видосом про пафс, тут куча нытиков, которые возмущаются тому, что, типа, я не хотел закидывать тогда 10 звезд, ну, чел, если ты не хочешь пожертвовать разработчикам 20 рублей, даже меньше, там, 17 с половиной рублей, ну, это, ну, что сказать, вот, кто из нас, ну, после этого, там, дурак, да, это донатеры и блогеры, или это, может, ты, что ты придерживаешься какую-то идиотскую себе установку, то ли от нищеты в голове, то ли от какого-то типа принципа, опять же, глупого, по моему мнению, не обязательно по-вашему, я уверен, в комментах будут и те, кто сейчас меня засрут, и те, кто меня поддержит, ну, мне в целом все равно, я потому что знаю наперед аргументы и тех, и других, донатеры будут говорить, что, ну вот, мы же задонатили и получили по заслугам, факт, и те люди будут говорить, а обычным игрокам ничего не досталось, ну, я понимаю, но что такое обычные игроки, а сколько этих обычных игроков, люди не совсем понимают, что, как вообще работает раздача, вот, как она сама по себе работает, у разработчика же нет, условно, там, 500 миллионов долларов, чтобы раздать их на энное количество людей, нет, токен выходит на биржу и формируется спрос на него, какое-либо, в том числе и разработчики могут откупать токены для того, чтобы пампить цену, но, опять же, это все не так работает, это не разработчик из кармана выдает, выдает вам деньги из своего кармана, нет, цена формируется на основе спроса и предложения, вот и все, не нужно думать, что вам кто-то заплатит деньги за то, что вы один раз в день заходили на секунду в приложении, нет, так и не работает, в любой работе, в любой деятельности, для того, чтобы получить достойную оплату, нужно достойно этому уделять времени, или быть инфлюенсером, что может, кстати, каждый, опять же, вот это вот, типа, блогеры-блогеры любят хейтить блогеров, друзья, в чем проблема вам стать блогером, вот я снимаю, мне никто никаких наводок не давал, просто снимаю и все, вы меня сейчас смотрите, или же донатить, окей, нет у вас денег, не входите в эту тему, ну, накопите средства, либо же занимайтесь чем-то другим, ходите на обычную работу, но не нужно хейтить разработчиков за то, что они вот, условно, мне дадут там 400 баксов, за что мне их хейтить, и за что мне хейтить их, когда они куча людей, даже по 25 долларов, друзья, вот те люди, которые жалуются, вот почему вообще, из-за чего такой хейт, вам дадут 25 долларов, это вообще отлично, просто с ничего получить 25 долларов, ну да, вы там тратили минуту в день на это приложение, и что, и вам за это дали соответствующую награду, сколько потратили времени и средств, и своих каких-то умений, столько и получили, вот мое мнение, так, значит, что еще по токену, токен и его перспектива роста, так, вообще, я думаю, что это токен в долгую, поскольку создатель этого проекта это Rocksman, если что, Rocksman это создатель фрагмента платформы, фрагмент это что у нас, если вы не знаете, опять же, странно, это платформа, где можно покупать номера для телеги, можно покупать никнеймы и Stars, это очень популярная платформа с огромными оборотами, поэтому в именно утилити, то есть применении токена, я вообще никак не сомневаюсь, они его точно найдут, они его уже не раз анонсировали, можно будет врать в аренду номера за этот токен и так далее, все это радует, во-вторых, почему думаю, что в долгую, разумеется, мы будем наблюдать, вот примерно вот такой вот график, как вы здесь вот видите, при листинге, почему это? потому что будут стаканом сливать, очевидно, что так будет, мне кажется, стартует где-то с 1.9, упадет до единицы, может быть даже чуть меньше, пройдет 2-3 недели и токен вернет свои значения, а возможно даже и будет выше и выше и выше, я вообще его буду держать, 100% будут какие-то бонусы холдерам и так далее, и вам тоже советую, даже если у вас там нищие какие-то 25 долларов, то все равно держите, вы никуда не спешите, вы же без этих средств можете выжить, правильно? Вот и все. Значит, опять же, я не какой-то там эксперт, и разумеется, это не инвестиционный совет, если что так, для законодательства, просто сказал вот свое мнение, поскольку, скорее всего, график повторит все предыдущие таплки, где мы видим резкое падение цены из-за сливания стаканом, а потом резкое откупание их, в том числе и маркетмейкеры, может быть, постараются, и откупят токены для того, чтобы создать, вот, запампить цену, ну, в общем, все это мы увидим, листинг через неделю, посмотрим, как оно будет, обязательно сниму еще отдельный видос, и насчет того, как вывести. Друзья, разумеется, сейчас, наверное, люди, которые не досмотрели до этого момента, будут писать в комментах, а где, как вывести, ну что, мы заходим в результаты airdrop, и нажимаем окей, на некостодиальные кошельки будет вывод открыт в день листинга. Что такое некостодиальные кошельки? Это ToneKeeper, ToneHub, MyToneWallet и так далее. То есть все те кошельки, в которых не требуется верификация, то есть где вы просто через seed фразу вход осуществляете. То есть если вам нет 18 лет, либо же вы не хотите проходить верев на биржи, либо же в телеграмском кошельке, который я вообще не рекомендую для использования, то ждите просто листинга, заберете свои токены, к тому же для холда это отличный вариант. То есть если холдить, то хранить, разумеется, в кошельке. Ни в таких биржах, друзья, никогда не храните свои средства, если вы не собираетесь торговать. Биржи. Что по биржам? Выбор OKX, BitGet, Bybit, KuCoin, Gate.io и... Не буду читать, чтобы не ошибиться. Но опять же, это все известные биржи, все про них, я думаю, слышали хоть раз. Binance, кстати, не залистил, ну да ничего страшного, какая, собственно, разница. Зато у нас две топовые биржи есть, это OKX и Bybit. Чтобы вывести условный OKX, нажимаем продолжить. Там нужно, если у вас нету аккаунта, вы его можете создать. Нажимаете Yes, I have it. И здесь вы должны ввести свой OKX with. И в отличие от ссанных разработчиков Mimify, здесь есть все подсказки, где найти свой айдишник. Вставляете сюда свой айди, вставляете сюда адрес мейджора и коммент. Коммент это memo, так называемый. Вы, при копировании адреса, у вас будет отображаться этот memo. Вот так вот, все. С этим легко и просто. На всех биржах остальных аналогично. Тут, разумеется, автор фармит ревку. Так, здесь аналогично. Вот, memo. То есть, где-то называется коммент, где-то memo. Надеюсь, с этим все понятно. Если не понятно, зайдите в чат наш в телеге. Ссылки, разумеется, все в описании. И воспользуйтесь нашей помощью, абсолютно бесплатной. Итак, и еще насчет одного напомню. У нас есть бот, в котором можно купить рефералов на любые игры. Ссылка на него тоже будет обязательно в описании. А здесь вот, значит, нажимаете новый заказ и выбираете абсолютно любую игру. Если вы видите вот такой вот, значит, значок джойстика, это, ну, эмодзи джойстика, значит, этот активный реферал, он будет играть и приносить вам постоянный пассив доход. Вот, например, есть нод пиксель, в котором он вам будет постоянно приносить пассивный доход. Вот так вот. Поэтому ссылка обязательно в описании. Итак, значит, насчет вывода разобрались. Уолит и телеграм. Ну, там все элементарно. Просто нажимаете вывести, все, у вас выведутся они в телегу. Все. Не рекомендую, опять же, использовать кошелек телеги. Если интересно, почему, просто берите в моем телеграм-канале телеграм-кошелек, и там будет ряд постов этому посвященный. К сожалению, именно как роляли вот эти звезды вообще непонятно, потому что критерии были в итоге немного другие. То есть, было... Тут вообще про звезды вот эти речи не идет. То есть, это можно сказать, вот эти звезды, это был просто как показатель непонятно чего. Просто рейтинг топ, но в итоге даже не обязательно было быть в топе в каком-то огромном, если ты донатил. То есть, огромная разница есть между тем, что ты купил 50 тысяч звезд за тысячу звезд, ну, понятно, звезды внутри и звезды с телеграм-старс. Огромная разница, если ты заработал эти 50 тысяч звезд с помощью квестов. Конечно же, это огромная разница. Наверное, мне кажется, x30 разница была примерно в получаемом в итоге дропе. Поэтому, несмотря на то, что я в топ-10 тысяч вошел, даже топ-9 тысяч, я получил не такой большой дроп, как люди, даже те, которые вошли в 100 тысяч, но при этом намного больше донатили. И я ничего в этом не вижу зазорного и нечестного. Всем огромное спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал. Разумеется, давайте устроим срач в комментариях. Всем пока. Подпишитесь на канал.